Оказаться в одной упряжке со своей собакой. Такое, прям скажем, своеобразное удовольствие накануне получили десятки оренбуржцев. В нашем городе прошел первый драйленд. Пока слово для нас диковинное, как впрочем, мы сами состязания, суть которых проста до предела. Хозяева на пару с питомцами пробегают и даже проезжают на велосипеде весьма длинную и сложную дистанцию. Необычный турнир увидела Елена Кузнецова. Оказаться со своим питомцем в одной упряжке попробовали даже дети. Причем некоторые участницы покорили жюри и болельщиков еще на старте. Но разве можно остаться равнодушным к спринтерскому забегу такси Таси и ее десятилетней хозяйки? Таси даром, что не издавая собака, а своей прытью изматывает Лизу каждый день. Гуляем и бегаем. А сколько вот можете так вот ступить? Ну, наверное, по часу, по два. Для большинства участников конейкросса, именно так называется совместный забег человека и собаки, скорее диковинное хобби. Возможность всей семьей отдохнуть вместе с питомцем. Так что примерно половина из шести десятков участников Драйленда на победу и не претендовала. Семейный отдых. Семейный отдых. Нам очень нравится. Мы вообще первый раз и в принципе все отлично. Конечно, большинство участников Драйленда это владельцы ездовых и охотничьих собак. Ведь таким товарищам категорически нужны нагрузки, и чем больше они будут, тем лучше для собаки. Так что упустить редкую возможность утомить своего питомца просто грешно. Ради таких забегов Рим и его восточно-сибирские лайки приехали к нам из Мунитогорска. И сотни километров эту компанию ничуть не смутили. В породах, как правильно сказать, с характером, сложная, требующая вложения, энергии много в них. Нужно много гулять, заниматься с ними. С этой парочкой тоже все понятно. Да обними с папу, нет? Обними. Все, сиди. Мальчик, сыночек, малыш, как только не величает Кирилл своего любимца Сивера. И в общем, понятно почему. Эти ребята не просто друзья, но партнеры в спорте и члены одной самарской стаи. Кстати, в Самаре собачий спорт уже развит куда как серьезнее, чем у нас. Именно спорт, а не совместный отдых. Многие говорят, что ездовой спорт – это не спорт. На самом деле с собаками гораздо сложнее это все делать. Я как бы спортом всю жизнь занимаюсь. Ехать на велосипеде я вот могу 150 километров проехать, по горам один. Мне это не сложно. А с собакой это все гораздо сложнее. Старт! Байкджоринг, совместный старт велосипедиста и собаки действительно уже не кажутся увеселительной прогулкой. Здесь и скорость приличная, и взаимодействие компаньонов должно быть отличным. Браво! Браво, 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 браво! Пошли, пошли, пошли! Конечно, в этот раз на степной тропе рекордов не устанавливали. Это первые подобные соревнования в Оренбургской области, но уже понятно, не последние. Организаторы Драйленда буквально загорели, сиди и сделать его регулярным чемпионатом. Любой человек может начать этим болеть, скажем так, а потом перейти уже на более лучший профессиональный уровень. У нас в России это очень развито, есть чемпионаты России, наши российские гонщики ездят на чемпионаты Европы, на чемпионаты мира и призерами становятся, и выигрывают из чемпионатов. Елена Кузнецова, Константин Воробьев. Наше время.